друзья всем привет меня зовут юля вы на моем гастро канале сладкий персик и сегодня у нас очень вкусный рецепт из абрикосов как же не сказал почти из персиков но это не персики это абрикосы это вообще разное да это в курсе смотрите мы с вами будем готовить очень интересные блюда в духовке это блюдо можно подать как десерт потому что она довольно сладкая у нас же спелые вкусные абрикосы или как закуску например к вину или к чаю то есть блюдо можно подать и на ужин или даже на праздник нам понадобится примерно 6 штук абрикосов сыр вот такой вот голубой плесенью примерно 30 грамм мед примерно 2 чайных ложки и щепотка розмарина смотрите здесь еще можно добавить орешки если они у вас есть будет просто шикарно орех пекан подойдет грецкий орех или кедровые орешки в общем все что есть можно использовать у меня орехи кончились поэтому будет без них без них тоже очень хорошо первым делом мы с вами берем наши прекрасные абрикосы разрезаем их на две половинки и вынимаем косточки мы кстати знали что абрикос в некоторых странах называют знаете как армянское яблоко ну где яблоко где абрикос ну посмотрите посмотрите какие у нас прекрасные абрикосы и они кстати разных цветов потому что это разные сорта теперь мы абрикосы пока оставляем берем наш сыр и нарезаем его на кусочки кусочки должны быть не очень большие чтобы они поместились вот в эту вот серединочку господи сыр пахнет конечно с голубой плесенью не очень приятно мы как раз недавно смеялись над тем то что раньше мы были помладше мы этот сыр вообще не то что есть мы его даже видеть не могли а сейчас едим и наслаждаемся деликатес как-никак я нарезала примерно половину сыра остатки уберу в пищевую пленку потом мы доедим с вином или просто так или тоже какой-нибудь рецепт отправим и я кстати не думаю что вот здесь у нас сыр уйдет абрикосы мы же теперь любим деликатесы сейчас же не подошел сказал а мне нравится как пахнет а вам нравится как пахнет сыр с голубой плесенью у нас с вами практически все готово мы сейчас духовку разогреваем до 190 градусов берем форму для запекания ну по размеру такую чтобы все наши абрикосы не уместились смазываем ее прям немножечко каким-нибудь растительным маслом кстати я тут пока готова к рецепту прочитала то что ближайший родственник абрикосов слива ну они же вообще блин разные ну косточкам может быть похоже но по вкусу вообще совершенно разные фрукты точнее сливы это ягоды или фрукты либо ягода абрикосы тоже ягоды получается что ли мы с вами берем абрикосы кладем их в форму и в дырочку кладем кусочек сыра а можно и два если уместится мне кажется это очень вкусно в крайнем случае грушу сыром мы готовили это был просто бомбически вот и кстати если вспомнить рецепт грушей и вот это все великолепие можно посыпать пармезаном если он у вас есть будет тоже прекрасно нам осталось посыпать нашу прекрасную закуску розмарином и полить медом вот у меня такой же густой потому что он достаточно давно у нас стоит поэтому его сейчас подогрев микроволновки буквально 5 секунд чтобы он стал жидким если вы до сих пор думаете что мед нагревать нельзя и хотите написать комментарий что но в духовке какой ужас вы не правы потому что мед нагревать можно об этом уже давно тоже говорят его нельзя греть очень долго например если вы будете варить но там не на 30 минут на плите туда ведь тем более он потеряет полезные свойства но он не станет от этого невкусным или вредным поэтому абрикосы с медом просто раз ничего опасного в этом нет ну что ставим нашу красоту в духовку готовим при 190 градусах примерно 15 минут давайте попробуем пока не еще горячие а еще классно что мед смешался соком абрикос у нас получился очень вкусный сироп прекрасно бокальчик белого конечно не помешал по холодненького и в летний жаркий день просто супер рекомендую ну что смотрите какие у нас классные получились абрикосы они очень вкусные я уже один съела смотрите они у нас остались такие немножко свежие в серединке если вы хотите чтобы они у вас получились такие мягкие как варенье такие нежные и чтобы прямо расползались по форме то тогда их лучше сначала минут 10 запечь отдельно и потом положить сыр но мне кажется что абрикосы должны сохранять форму вот это вот их идеальная текстура друзья готовьте абрикосы по нашему рецепту потому что абрикосы сейчас вкусные и спелые и когда если не летом пишите ваши отзывы в комментариях и конечно подписывайтесь на наш канал и не забывайте что в telegram мы всегда выкладываем самые новые рецепты всем пока